всем привет с вами Витя Вячеслав мы в данный момент находимся у меня на страничке ческом и сегодня я вас познакомлю с творчеством очередного читера давайте начну с того что буквально сегодня я прочитал сообщение ну вот смысл простой мы обнаружили что или несколько ваших противников в данных партиях мы решили правила честной игры в качестве компенсации специально не справедливого рейтинга мы изменили следующий в общем смысл такой что мне вернули 50 пунктов рейтинга буквально сообщение час назад я прочитал ну и естественно я понял собственно говоря кто пользовался со мной прогой потому что подозрения были еще во время игры и давайте вам сейчас как раз вас познакомлю с этим товарищем давайте зайдем и посмотрим эти партии это был контроль 3 плюс 0 кстати говоря по началу подозрений было не так много я объясню почему да и так смотрите соперником моим был шахматист под логином get starting keep moving да вот давайте я вам его даже покажу вообще удивительно меня удивило изначально что это малазиец да ну вот вы можете увидеть да закрыть нечестная игра да кстати говоря я вот действительно оказался прав я не заходил сначала вот сюда в этот профиль не видел что это он но по игре было понятно что этот человек использовал против меня помощь движка да ну давайте посмотрим сами партии партии вообще конечно забавные я могу сказать что я с ним сыграл ну счет у нас был примерно 17 7 его пользу да то есть какие-то партии еще выигрывал выигрывал я их в основном где-то либо по времени либо какие-то зевки в цепь ноте то есть когда человек не успевал банально просто воспользоваться помощью движка да и вот некоторые партии я вам сегодня покажу я думаю станет все понятно но но и так уже понятно просто так никто никого не не банит да и вот давайте покажу первую партию с этим человеком с этим нечестным шахматистом да назовем его так да вот я играл черными фигурами давайте быстренько буду показывать чтобы сильно не грузить вас вариантами у нас каменная стена все пока нормально водя b1 тоже кстати типичный код атака печечного меньшинства вот c5 уже не столь типичен и здесь мне казалось что после 5 я решаю дебютные проблемы ну в большинстве случаев так и бывает все таки мы по центу пробиваемся у нас фигура активизируется если я пошел конь g4 какие-то предпосылки там ударов может быть на h2 е3 h5 кстати конь h2 наверно не проходила но в принципе заслуживал дань f4 да ну вот смотрите спокойный код h4 h3 конь h6 здесь ход который меня весьма удивило время партии очень типичное для человека решение белые дают слона да ну вот многие из вас бы отдали слона g2 да вот таким вот образом во-первых слон на g2 казалось бы прикрывает короля во многих вариантах во вторых само по себе непривычно отдавать фигурировал на слона причем без видимой причины но здесь спокойно конь и 4 конь и 4 ф е наверное все таки стоило бы не сыграть дей конечно и здесь g4 да ну вот спокойно слон станет на диагональ а1 h8 и белые будут дальше развивать инициативу здесь я пошел уже 5 надеюсь создать какую-то контр игру и банально конь и 2 да то есть гасится инициатива очень быстро слон слон встает на большую диагональ ефсf6 слон и кстати говоря вот здесь слон е3 меня еще ход удивил я буду на 100% поверить что последует слон b2 но нет слон е3 и здесь ну здесь абсолютно безнадежная позиция разность в активности фигур колоссальная да здесь вот все фигуры заходят и вот здесь еще е3 но это же зевок но понятно что эта позиция уже безнадежная вот такая вот первая партия ну по-моему яркого даже на читерская игра причем на удивление не то что на удивление а реальное образцово показательное то есть здесь многому чему нужно поучиться ну например для меня будет откровением стало откровением это ход слон е4 то есть вот такой прием в принципе я наверное возьму на вооружение на слон е4 и здесь вот например конь е2 и не слон b2 темповой да слон е3 то есть нам главное контролировать поля d4 а дальше мы просто скручиваемся да и на самом деле очень классная партия в плане стратегического понимания обратите на нее внимание да ну давайте посмотрим еще примеры блестящей игры этого человека этого нехорошего шахматиста ну давайте вот покажу как он меня убрал просто черными в каталоне замечательная партия на самом деле да ну я просто давайте со стороны белых покажу чтоб вам все было понятно я играл белыми да ну вот каталон слон g5 здесь есть такой ход c5 но здесь я тебя не знаю не буду в нее вдаваться так 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 ладья c8 ферзь d3 ферзь e5 но здесь уже начинается просто мощнейшая игра какая-то просто все с темпом входит ладья fd8 ферзь h5 слон b4 ну просто вот все ходы наверное по первой лиге здесь я уже зеваю что-то да ферзь e2 ну и здесь я просто еще и лошадку зевнул да ну здесь позиция уже наверное просто реально безнадежная как минимум без материала останусь да ну понятно что здесь ферзь d3 мой зевок но эта позиция повторюсь уже объективно наверно просто крайне тяжелая так что вам еще показать да еще раз напомню я сыграл ну вот например партию которую я выиграл вот перед вами позиция наверно не буду ее показывать позицию наверно можете видеть а 4 на 4 но наверно тоже она безнадежная там у белых король я черными выбрал по времени но в этой позиции король белых просто там опять добегает и выигрывает чек просто не хватило время да ну что тут еще нужно сказать ну вот кстати меня тут опять же красиво убрали мат поставили практически давайте вот эту парту покажу да я играл черными и поехали так так да какая неторопливая игра опять же c5 ну не знаю вот такой да двоякий но здесь вот казалось бы я даже получил как мне казалось хорошую позицию но закончилась очень быстро вся моя активность она вот так вот погасилась да то есть вот здесь я получил переполнен оптимизма вот здесь вот например вот здесь еще я был полон оптимизма да ну дальше меня просто укатали в асфальт такая вот партия тоже так ну наверно будем прощаться с творчеством так а вот какую-то я партию выиграл давайте посмотрим еще раз что тут а ну да здесь наверно случилось какое-то недоразумение у него что произошло а это забавная партия он опять меня раскатал просто смотрите здесь уже все я стою абсолютно безнадежно то есть ну как угодно выигрывает но тут начинают защищаться и человеку просто банально не хватает времени но позиция вам уже видна естественно абсолютно безнадежно смотрите отрезок где у меня просто раскатал да вот буквально там ед слон д4 и вот после этого там сколько 5 или 6 ходов просто по первой линии да понятно песку я не обязан был отдавать но дальше все четко и ладья ц7 и конь е6 там ладья д4 ну хотя честно говоря это здесь скорее моя плохая игра между его там читерская да но тем не менее так ну и принципе в принципе в принципе в принципе сейчас я наверное последний пример какой-нибудь покажу моей победы над ним так 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 сейчас да ну в принципе да ну в принципе да а что не показывать уже ничего а ну вот еще могу показать тоже довольно таки образцовая партия с его стороны меня укатали на этот раз уже в давай индийской так 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 ну вот здесь мне казалось что в принципе Не так все плохо Я думал, что где-то я там сыграю ФСБ4 И будет Размен ФСБ3, но в каких-то вариантах Ладья Е3 жестко И КНЕ5 Вот такая вот жертва Во время партии мне казалось, что она достойная ДЕ Д4 Ладья Ж3 Ладья БЦ3 Ладья АЦ3, Ладья АЦ3 А6 На самом деле уже можно сдаваться Казалось бы, что не так сделали черные КНЕ5 вроде как ходить надо Иначе мне и так поставят Вообще вся стратегия черных Она была неудачной получается Посмотрите на черного короля Вот так короля оставлять конечно нельзя Любое дело, что в таких позициях Человек Он зачастую не находит Четкого пути К перевесу Потому что все-таки у черных своя игра А здесь, как вы видите Все четко СССР 5 СССР 4 Грозит мат на Ф7 Но здесь я понял, что у меня абсолютно безнадежно Ну и в принципе сдался То есть 27 ходов Ну я просто унося Спойлер Да, но Кстати скажу Я потерял с ним Гораздо больше Мне вернули 50 пунктов Потерял я с ним Ну наверное пунктов 80 А то и больше То есть еще раз повторюсь Чет там был примерно 17-7 То есть вообще в одну калитку У многих наверное возникнет вопрос Почему я как бы Понимаю, что это читер Не прекратил играть Ну во-первых Это было уже ближе к ночи Мне просто интересно было Поиграть И хотя я понимал, что читерок Но все-таки видите Где-то какие-то партии я выигрывал Ну в принципе Для понимания И осознания Читерской игры Это тот опыт Я думаю мне пригодился Надеюсь и вам тоже На этом я с вами прощаюсь Всем спасибо за внимание И до новых встреч Продолжение следует...